Петра Зековица Сегодня наша встреча в рамках цикла «Читаем славян», а это цикл с интересными творческими людьми по раскрытию славянских текстов. Сегодня наша встреча посвящена произведениям Данила Киша. И Петра сегодня раскроет произведение со стороны «Активизация самоотречения от мансарды до энциклопедии мёртлых» «Эрес Этонатос» в произведениях Данила Киша. Еще несколько слов мне хотелось бы сказать об организаторах этого мероприятия. Итак, это Библиотека иностранной литературы Центра славянских культур, Русский театр в Белграде, в частности его отделение Детский культурный центр «Жар-птица», город Белград, Сербия. А теперь, чтобы не тратить время, я передаю слово Петеру, для того, чтобы он, естественно, поприветствовал всех наших зрителей и открыл смыслы таких глубоких произведений Данила Киша. Чем нам живым? Сейчас эти произведения могут быть интересны и полезны. Петер. 31 год всего смерти. Он скончался 15 октября 1989 года от рака лёгких. Также не будем отнимать время от Данила. Я, с вашего позволения, сяду и начну наш вечер. Спасибо. Продолжение следует... Которое он, по его собственным словам, потерял где-то в раннем детстве. Которое, опять-таки, по его собственным словам он не помнит. Он помнит лишь картины, которые он позже опишет в своих произведениях, в своих первых романах, которые замыкают его творчество раннего периода. Это называется семейный роман Данила Киша, семейные произведения. Но чтобы понять Данила и понять и раскрыть правильно эту тему, я бы хотел, с вашего позволения, сделать маленький исторический экскурс, без которого очень сложно понять, что такое Данила Киш, что такое для него и для нас, людей, живущих на Балканском полуострове, Эрос и Танатас. Я вас попрошу оказать мне легкое содействие. Такое достаточно короткое, но очень важное для меня. Пластическое действие. Я вас попрошу встать, если вас, конечно, не затруднит. Итак, мы сейчас переносимся в 1919 год. Только что закончилась Первая мировая война, которая унесла по разным подсчетам около 25 миллионов людей. В основном мужчин. Это была последняя война, в которой в основном страдали мужчины. Сразу после ее окончания на территориях Антанты и Танты было 7, а возможно 9 миллионов инвалидов, которые потеряли руку, ногу, глаз, ухо и так далее. Я попрошу тех, которые на первом ряду прикоснуться до левой своей ноги. Те, которые во втором ряду, пусть закроют один глаз. Те, которые на третьем ряду, пусть уберут одну руку за спину. Вот приблизительно так выглядела мужская часть населения всего Балканского полуострова в 1919 году. Спасибо, можете садиться. И вот, казалось бы, после всех этих страхов и ужасов наступает волна мира, наступает волна созерцания, творчества, невероятного подъема, постмодернизма, начинается авангард, начинается расцвет как в поэзии, так и в изящных искусствах. На территории уже Королевства Югославии это то образование новое, которое получилось после Первой мировой войны. Она как победительница Сербии получила право такого странного уже сейчас с этой точки зрения, но тем не менее своего отдельного государства. Но уже в 1919 году один из родителей фашизма, современного фашизма, Габриэля деунунцио, известный итальянский поэт, летит на воздушном шаре над Веной, разбрасывает памфлеты, угрожает жителям Вены и призывает их примкнуть к его гвардейцам, которые были недовольны решениями Версальского договора, которые были недовольны новой ситуацией в Европе, перекраиванию границ, новых свобод, новых национальных движений. И захватывает город Реку. Это город пограничный, который граничит с Италией, тогда был частью Королевства Югославии, сейчас это часть Хорватии, Республики Хорватия. Недолго длилась эта оккупация, ровно год, может быть полтора, но это оставило неизгладимое впечатление зарождения чего-то нового, страшного и странного, невиданного до этого чувства движения национализма. Это две основные вещи, как Эрос и Танатас в произведении Данила Киша. Есть две вещи, с которыми он сражался до конца своих дней, которые не давали ему покоя, и он ратовал и боролся с двумя проявлениями. Это концентрационными лагерями, причем, и он не делал разницы между Холокостом и ГУЛАГом, и он каждый раз это подчеркивал, что нет разницы между целенаправленным уничтожением человека только лишь исходя из идеологии каких-то партийных решений, евгеники и так далее. И вторая вещь, которая сильно его тревожила и которая раскрывается также в его произведениях, это национализм, который, несмотря на вот этот короткий период процветания, всплеска, культурного всплеска, начал зарождаться и на территории Королевства Ягославии. Данила Киш родился в семье Эдварда Кона, венгерского еврея, который женился на Черногорке. Он был инженером-железностроителем, достаточно успешным в своей области, разносторонним человеком. Киш вспоминает о нем, он плохо его помнит, но вспоминает, что отец даже пытался писать произведения, литературные произведения, и работал в журнале, в краеведческом журнале, пробовал себя в области литературы. Ровно как его мама, по его рассказам, его воспоминаниям, была женщина, одаренная повествовательным талантом. И, возможно, вот эти две крупицы, которые он с детства впитал, он нес в себе, питаясь их возродить, найти это начало. Что же происходит потом? В 1935 году рождается Данила Киш, а уже в 1941, то есть мальчику 6 лет, начинается новая война. И то, что мы сказали вначале, отличающаяся от Первой мировой, именно фашизмом, нацизмом, национализмом и появлением концентрационных лагерей. 20 января 1942 году Данила Киш и его семью, его отца забирают в городе Новый Сад на Дунай, который тогда был замерзшим, и начинается расстрел нацистами и венгерскими соединениями евреев. Чудом, иначе никак по-другому это назвать нельзя, очередь на расстрел останавливается именно на его отце, потому что Дунай не мог принять больше трупов. Они сделали несколько прорубей и туда скидывали, сталкивали и пропихивали человеческие тела, только что расстрелянных людей, под лед. Но именно, когда дошла очередь до его отца, его семи, расстрел остановился. К сожалению, это их не спасло. Эти два года Киш не любит вспоминать, это какие-то его метарства, переброски из одной деревни в другую. К этому моменту он уже крещеный, фамилия была сменена его отцом на Киш, на венгерское созвучие, чтобы не привлекать внимание, но это их не спасло, потому что уже в 1944-м его отца повторно арестовывают, отправляют от свенцем, где он, к сожалению, и заканчивает свою жизнь. «Красный крест» отправляет Данила, его маму, его сестру, в Черногорию, к его родственникам, где он проводит детство, которое, опять-таки, повторюсь, он не любил вспоминать. Дальше начинается его расцвет. Он выезжает в Белград, становится первым выпускником философского факультета в отделении литературоведения, устраивается в журнале и начинает писать. Сначала это были стихи, и один стих я вам сегодня прочитаю, который называется «Завтра». Потом это студенческий журнал, потом много-много-много разных журналов, изданий. Он знакомится с знаменитыми югославскими, потому что очень важно подчеркнуть, что для Данила Киша не существовала национальность и как его близкий друг и философ Сюзен Зонтаг, с которым проводил очень много времени, особенно последние годы своей жизни, жил он и скончался в Париже, писал о нем, что это последний югославский писатель. И в своем одном тексте, который она посвятила ему, написала, что она рада и счастлива, что он не дожил до того дня, буквально несколько лет, чтобы увидеть все эти страхи, все эти погромы и ту гражданскую войну, которая началась в 1921 году. То есть буквально два года. Это, по его словам, то, что хорошо. С этим, конечно, можно соглашаться или нет, потому что смерть человека в плане его будущего очень непредсказуема. Мы не знаем, что бы случилось дальше, но, тем не менее, я, возможно, даже отчасти с ней согласен. С другой стороны, он был номинирован на Нобелевскую премию, и, возможно, пожив он еще несколько лет, он бы ее, на мой взгляд, совершенно оправданно и заслуженно получил. Одна из его первых книг, вернее, первая книга, наравне с Псалмом 44, которая описывает ужасы концентрационного лагеря в Германии, и опять, да, возвращаясь к нашей теме Эроса и Танатаса, даже вот в этом страшном лагере смерти мы видим сцену, где узница рожает ребенка. У него очень много в его произведениях человеческой плоти, крови, пота, человеческих выделений, как неотемлемой части жизни человека и как неотемлемой части страха и ужаса, который порой заставляет эти человеческие жидкости выходить наружу. Но первая его книга, она о любви, хотя там ни слова о любви не сказано, скорее всего, вообще. Называется она «Мансарда». Я держу здесь в руках такое маленькое, уютное карманное издание, «Мансарда». Это абсолютно юношеский максимализм. Это его первое произведение, где он пробует себя таким всевидущим, амнесцентным повествователем. Почему юношеский максимализм? Потому что здесь и латынь, здесь и броские высказывания, я сейчас вам прочитаю. Правда, у нас, к своему удивлению, я не мог найти «Мансарду» на русском языке, поэтому я вам прочитаю маленькую часть на сербском, если вы мне позволите, я вам тут же переведу. Итак, в этой книге герой, он начинающий писатель, философ, странствующий музыкант, который живет на последнем этаже старого ветхого дома, который, возможно, есть, возможно, его нет, и мы до конца не можем понять, то ли это сон, то ли это правда. Это, возможно, очень часто сравнивают с ранним Борхесом, хотя Киш достаточно иронично относился к этому сопоставлению, и он считал, что Борхес практически все сказал о своем методе повествования, и что здесь нечего ни добавить, ни прибавить, и что после него этот метод, где смешиваются и документы, и правда, и трансценденция, и переходы, и параболы, и перемещение во время и пространстве, уже потерял смысл. Но при этом Данила Киш ловко будет это использовать в своих поздних произведениях, а именно в гробнице для Бориса Давидовича, и особенно в энциклопедии мертвых. Итак, сейчас мансарда. Юный философ живет на последнем этаже в мансарде, играет на людне. Это еще один из образов Эроса и Танатаса. Как вы знаете, Танатас — это брат Гипноса, это внук Хаоса, это сын Никты, Ереба, достаточно страшное божество, непрямая смерть, это проводник душ человеческих в потусторонний мир. Только дважды его сумели обмануть, один раз это был Геракл, а потом это был Сизиф, но его освободили, потому что в Древней Греции шли воины, в мифической Древней Греции, естественно, и погибшие воины не погибали, кровь из них текла, они никуда не могли деться, потому что Танатас был в плену, и тогда его освободили. Так вот, лютня, по мнению Ганса Халбейна, это был символ женского тела. И вот этот юный философ сидит в абсолютном одиночестве, в непонимании, как дальше жить на этом последнем этаже, грустит, путешествует в своих мыслях, и, как ему кажется, доживает свои последние дни. И тут случается чудо, как это часто бывает в первых произведениях юношеского максимализма, он встречает женщин. Это было еще то время, когда этому еще радовались, удивлялись, потому что, опять, почему я начал с контекста после Первой мировой войны и этого времени, сейчас мы живем немножко другое время, и всегда, Данила Киш это всегда подчеркивал, что нужно понимать контекст, чтобы понимать писателей, произведения, и сегодняшний колокольник, простите за такое странное слово, когда тема тела, когда тема гендерна очень важна, мы всегда пытаемся подобрать правильные слова, чтобы прикоснуться к той или иной теме, а здесь абсолютно в лоб мужчина и женщина, и, по-моему, это прекрасно, никого не хочу обидеть. И так он встречает эту женщину, до этого он несколько дней не ел, и он не понимает, что ей сказать, потому что она стоит перед ним, тут это лютин, на котором он хотел играть, но не понимает, какое впечатление это произойдет на нее. И он говорит, у то время, когда мыслим, да саме первый путь слева, грозничего сантражив некий отговор от живота, такуда сансав бил заокуплен самим собом, то есть питанием живота. И вот некоторые от питания на кои сом треба отговора. Бесмртность душа, бесмртность секса, безгрешно зачеће, материнство, очинство, отачбина, космополитизм, питание организки измени материи, питание исхране, метам психоза, живот на другим planetам и звездам, старост землана, разлика измеđу культура и цивилизације, растно питание, аполитичность или ангажованность, доброта или безобзризность, надчовек или сведчовек, идеализм или материализм, Дон Кихот или Санчо Панса, Хамлет или Дон Жуан, пессимизм или оптимизм, смерть или самоубийство, и таку дали, и таку дали, и таку дали. Я так понимаю, что многие из этих парных его волнующих вещей можно и не переводить, но это именно те темы, которые волновали молодого человека, и это те темы, которые в рамках Эруса и Танатаса Данила Киш будет на протяжении 30 лет развивать в своих произведениях. То есть молодого человека волновала бессмертность души, материнство, отечество, космополитизм, космополитизм, вопрос органического изменения вещества, вопрос правильного питания, к которому он позже вернется, потому что это вот опять возвращаясь к нашей теме, очень важно, чтобы тело было не умерщено, оно могло жить. В энциклопедии мертвых Данила Киш связывает семь произведений, которые на первый взгляд как бы не связаны друг с другом, но его герой качует из одного рассказа в другой, делает целостность замысла художника, я сейчас вам прочитаю, его очень сильно критиковали, но мы об этом чуть позже поговорим, это Симон Чудотворец, здесь будет пример, как Данила Киш забирая исторических, реальных исторических личностей, помещает их в реальные существующие пространства, страны, мета-структуры, а потом невероятной игрой слов тасованием фактов и документов, зачастую иногда изобретая свои, он раскрывает нам новое прочтение достаточно известных, важных других произведений. Симон Чудотворец, абсолютно придуманный персонаж, который вполне мог бы существовать. Итак, здесь я зачитаю кусок, о чем здесь идет речь, это путешествующий маг, волшебник, философ, который жил во времена Святого Петра, то есть во времена апостолов, он путешествовал по разным городам Юйдей и представлял разные трюки и как зрителю казалось магию. Он ходил с палочкой, по которой он мог подниматься выше третьего этажа, то он исчезал в пространстве, то появлялся, но к тому времени уже существовали путешествующие артисты, маги, алхимики и зачастую зритель думал, что это еще раз очередное воплощение обмана. До того, пока он не встретил Святого Петра, которому Симон Чудотворец сказал, что он сможет полететь в небеса, ибо он не считает Бога, которого преповедует святой Петр, вернее, Петр, пока он еще не святой, апостол Петр, справедливым Богом, что он считает иначе, что он в это не верит, но он также может, как и они, вернее, как и их Бог, также может возвестись в небеса. Простите, иногда буду поглядывать на часы, вы меня за это простите. Итак, сейчас я взлечу к небу, сказал он. Хотелось бы на это посмотреть, сказал Петр, и голос его дрогнул. Я знаю, докуда простираются мои возможности, сказал Симон. Знаю, что до седьмого неба мне не добраться, однако на шести небесах побываю. Седьмого может достичь лишь мысль, ибо там все, свет и божество. А блаженство не дано смертному человеку. Не умничай, сказал один из учеников Петра. Если поднимешься до вон того облака, мы будем воздавать тебе такие же почести, как назаритянину. Прослышав, что заселением у большого оливкового дерева происходит нечто необычное, и что вот тот болтун вроде бы собирается наконец показать один из своих фокусов, народ собрался вновь. Поскорее возвращайся, насмешливо бросил один из зрителей. Да оставь нам что-нибудь на память. Симон развязал веревку, который был под поясом, и положил ее перед ним на землю. Это все, что у меня есть. А Софья сказала, Софья это подруга Симона, которая с ним путешествовала, его, скорее всего, его возлюбленная. Симон развязал веревку, которая была под поясом, и положила перед ним на землю. Это все, что у меня есть. А Софья сказала, возьми этот платок, там наверху холодно, как на дне колодца. И повязала ему платок на шею. Твои приготовления слишком затянулись, сказал Петр. Он ждет, когда зайдет солнце, чтобы под покровом ночи улизнуть, добавил один из учеников Петра. Да смотри, не простудись. Симон вдруг подпрыгнул, как петух, оттолкнувшись обеими ногами одновременно, неловко размахивая руками. Из-под его сандалии поднялась пыль. Ку-ка-ре-ку! крикнул какой-то шутник. Это был молодой парень с хитрыми глазами на безусом лице, которые превращались в два узких лезвия, когда он смеялся. Симон глянул в его сторону и сказал, не так-то это легко, сынок. Земля притягивает каждое тело, даже перышко, а уж тем более людскую плоть, сорок килограмм веса. Петр при этих словах едва не расхохотался, однако спрятал усмешку в бороду. Как бы ты умел летать так же, как молоть языком, сказал тот же шутник, давно бы уже был за облаками. «Молоть языком легче, чем летать, это верно», согласился Симон с печалью в голосе. «Вон даже ты болтать гораздо, а ведь за всю свою никчемную жизнь ни на метр от земли не оторвался. Ну, а теперь дай мне собрать все свои силы, направить к одному все мысли, представить со всей отчетливостью ужас земного призебания на несовершенство мира, мириады гибнувших жизней, зверей, рвущих друг друга на части, гадюку, жалющую молодую серну, что мирно пасется в тени, волков, режущих ягнят, самок богомола, убывающих своих самцов, пчел, погибающих после укуса, муки матерей, нас, рожающих, слепих котят, которых дети бросают в реку, ужас рыб в брюхе кошелота, ужас кошелота, выброшенного волной на берег, тоску слона, издыхающего от старости, короткую радость бабочки, обманчивую красоту цветка, мимолетность любовного объятия, ужас пролитого семени, немощь одрахливающего тигра, зубную гниль во рту, вороха мертвых, перлых листьев в лесах, страх только что вылупивающегося птенца, которого мать выталкивает из гнезда адские муки червяка, поджаривающиеся на солнце, как на раскаленной сковородке, боль расставания любовников, безысходную тоску прокаженных, страшные метаморфозы женских грудей, кровоточащие раны, страдания слепых, и вдруг все видели, как смертное тело Симона Чудотворца отрывается от земли, как стоимо поднимается вверх, все выше и выше, лишь слегка шевеляя руками, еле-еле, как рыба, плавниками, почти незаметно, а волосы и борода его развиваются от этого медленного взлета, от этого парения. Во внезапно наступившей тишине не слышно было ни единого крика, ни единого воздуха, вздоха. Толпа стояла точно каменев, устремив глаза к небу. Даже незрячие обращали свои мертвые белки к небесам, поняв по неожиданной тишине, что произошло, куда смотрит толпа, куда повернуты все головы. Петр так же стоял, как громом пораженный, открыв рот от изумления. Он не верил ни в какие чудеса, кроме чудес веры. Чудо могло исходить только от него. единственного чудотворца, того, кто превратил воду в вино. Все остальное трюки шарлатанов, дергающие за невидимые нитки. Чудеса удел одних христиан, да и то лишь тех из них, чья вера тверда, как камень, какой была его вера. На мгновение поколебавшись и убоявшись обмана, видеть он не может быть ничем иным, кроме как обманом чувств, ярмарчным фокусами. Он протер глаза, затем бросил взгляд на то место, где только что стоял и где следовательно сейчас должен был стоять Симон, прозванный чудотворцем. Однако там его не было. Там была только линяная веревка, свернувшийся клубок наподобие змеи и медленно оседавшая пыль, которую поднял Симон, когда подпрыгивал, как неуклюжий петух, размахивая руками, точно подрезанными крыльями. Потом Петр медленно поднял взгляд туда, куда смотрел вся толпа и вновь увидел чудотворца. Его силуэт четко выделялся на фоне белого облака. Сейчас он походил на огромного орла, однако это был не орел, а человек. Были все еще четливо видны человеческие ноги и человеческая голова, хотя положал руку на сердце, уже нельзя было сказать, что этот человек, возносящийся под облака, именно Симон, по прозванию чудотворец, так как черты лица его нельзя было разобрать. Он глядел на белое облако, отчаянно моргая, чтобы отделиться от миража, смутившего всю толпу. Ведь если этот черный силуэт, поднимающийся в небо под облака, действительно Симон, то тогда его чудеса истина христианской веры лишь одна из истин этого света, одна, но не единственная, тогда мир тайна, тогда вера обман, тогда нет больше надежной опоры в его жизни, тогда человек тайна тайн, тогда единственная мира и творение оказывается под вопросом. То, что если верить собственным глазам должно было быть смертным телом Симона чудотворца, поднялось уже до седьмого облака. Черная точка на мгновение скрылась из виду, потом снова показалась на белом фоне низковисящего облака, чтобы затем уже окончательно исчезнуть в белой муте. Мгновение еще было тихо, а затем из толпы послышался вздох восхищения, и люди пали на землю ниц, кланяясь и раскачивая головой, точно в трансе. Даже кое-кто из учеников Петра склонил голову перед этим новым языческим чудом, живым ибо на этом языке изъясняются между собой святые, да и толпе понимать не следовало такую молитву. «Отче едины, иже есть и на небесе, приди на помощь чувствам моим, затуманенным, земным обманам, дай очам моим зоркость зрения, разуму ясность, дабы отрынуть от себя видение и обман, дабы остаться непоколебимым в Твоей вере и в своей любви к Сыну Твоему Спасителю. Аминь». А Бог сказал им, «Следуй моим советам, о верный, скажи толпе, что силы веры сильнее неверных чувств, скажи громко, чтобы все слышали, еще скажи им громко, чтобы все слышали, Бог лишь один, и имя Ему Элохим, и Сын Божий один, и имя Ему Иисус, и вера одна, вера христианская, а тот, что на Твоих глазах взлетел в облака, Симон, названный чудотворцем, вероотступник, и хулитель Божнего учения, в самом деле благодаря силе своей воли и силе своей мысли, и сейчас летит, невидимый к звездам, несомый силой своего сомнения и своего человеческого любопытства, который, однако, имеет границы. И скажи им громко, чтобы все слышали, что и эту искусительную силу Ему дал Я, что сила Его немалая исходит от Меня, ибо это Я позволил Ему искушать духи христианские своими чудесами, дабы показать, что нет чудес, и нет другой силы помимо Моей. Так скажи им, и не бойся. Петр открыл глаза, забрался на кучу засохшего навоза, над которой роились мухи, и вскричал на весь голос, «Народ, слушай и внемли!» Никто не обратил на него внимания. Толпа лежала в пыли лицом вниз, как в жаркие дни овцы под сенью кустов. Никто не обратил на него внимания. Толпа лежала в пыли лицом вниз. Петр вновь закричал вовес голос, «Народ, самарий, слушай и внемли тому, что я скажу!» Некоторые подняли горловы, и прежде других слепые. Вы видели то, что видели, стали жертвами обмана своих чувств. Этот факир и циркач, выучивающийся в Египте, он сдержал свое слово, сказала Софья. «Как только я сосчитаю до десяти, продолжал Петр, не замечая ее, его тело шлепнется на землю, которую он прозрел, презрел, рухнет, как камень, перед вами, чтобы уже никого больше, никогда больше не подняться из пыли», сказала Софья. «Доказал он вам, что чудотворец». «Два. Даже если упадет, он победитель», сказала Софья. Считая, Петр держал глаза закрытыми, казалось, нарочно тянул время, а потом он услышал вопль толпы и открыл глаза. В том самом месте, где недавно, в том самом месте, где недавно скрылся из глаз Симон Чудотворец, из облаков вынырнула черная точка, которая становила все большее бург, тело Симона Чудотворца камнем неслась к земле, вращаясь и ногами, вращаясь одновременно вокруг своей поперечной и продольной оси. Чудотворец размахивал руками и ногами, все увеличиваясь в размерах. Толпа бросилась в рассыпную, боясь, как бы это падающее с неба тело не прибило кого-нибудь. Все произошло очень быстро, как мешок с мокрым песком, выпавший из повозки, или как ягненок, которого орел в Поднебесе не мог удержать в когтях, так грахнулась в землю тело Симона Чудотворца. Первой к нему приблизилась Софья, проститутка, его верная спутница. Она хотела накрыть глаза его платком, который ему дала, но и это у нее не хватало сил. Она невольно зажмурилась в ужасе от увиденного, с разможденным черепом, переломанным членами, лицом, окровавленным, изуродованным, свиваливающимися, как у зарезанного вала, внутренностями лежал на земле. Он. Это была груда раздробленных, изломанных костей и кровавого мяса. А его бурнус, его сандалии, его платок смешали с костями мясом в одну безобразную расплющенную массу. Подошедшие взглянуть на станки Симона услышали, как она сказала голосом, каким произносит проклятие. Это тоже доказательство истинности его учений. Жизнь человеческая есть падение в ад, мир же в руках тиранов, да будет проклят величайший из всех тиранов Элохим. И она направилась в пустыню, горестно прочитая. Это отрывок из одного из рассказов Энциклопедии мертвых рассказ про Симона Чудотворца. Опять видите очень много крови, смерти и одновременно жизни. То есть вот это удивительное умение сочетать и делать это не приторно, а это великий талант и дар Данила Киши. В этой же книге Энциклопедия мертвых она названа кстати по вернее это один из рассказов. Нельзя его считать центральным, но он возможно центральным тем, что описывает некое подобие опять возвращаясь к Борхесу и к тому, что люди это часто используют как какую-то компарацию, какую-то параллель. Это библиотека, в которой хранятся книги, вернее энциклопедия в безумном количестве томов людей, которые жили, но ничем выдающимся не отличались. То есть это абсолютно простые люди. И главная героиня этого рассказа, Энциклопедии мертвых, она зашла как-то раз, будучи в гостях в Скандинавии, зашла в библиотеку и обнаружила там в самой энциклопедии информацию о своем отце, который не был выдающимся человеком, который был абсолютно простым, и она читала, 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 и автор нам рассказывает то, что она видит, то, что она переживает. Это Данила Киш на протяжении всех этих тридцати, чуть-чуть больше лет своего творчества, он в постоянном поиске своего отца, которого он потерял, будучи маленьким мальчиком, и которого он зачастую вкрапливает в свои произведения трогательным образом. Возможно, это звучит немножко патетично, но это так. И он сам признается в одном из интервью, их было не так много, к сожалению, в те времена нечасто людей записывали, это у нас огромное сейчас преимущество достучаться и рассказать до зрителей, до читателей. Тогда это было все немножко сложно и окутано такой информацией, псевдоинформацией. Данила Киш покинул Югославию. Он не был в настоящем понимании этого слова, термин диссидент, потому что к тому моменту, когда он уехал из Югославии, это, если не ошибаюсь, в 72-й или 3-й год, Йоси Бростита, тогда хозяин Югославии, социалистической страны с коммунистической партией, уже не был тем извергом и тираном, которым он являлся в конце 40-х, потому что вот эти отголоски ГУЛАГа, которые очень хорошо описаны в гробнице Бориса Давидовича, который так яростно ненавидел, ровно как и концентрационные лагеря Германии Данилу Киш, существовали в короткий период, но также существовали в Югославии. В 47-м году Йоси Бростита принимает решение не входить в страны Варшавского договора, отказывается сказать «да» Сталину, то есть он сказал ему «нет». И это такая большая штука, которая в современном национализме часть самобытности балканских народов, то есть почему-то все этим гордятся, хотя Тито был из Словении, если уж про это говорить, но есть вот это гордость, что когда-то кто-то мог Сталину сказать «нет». Но за этим «нет» последовала репрессия, жуткая репрессия югославских коммунистов, которые верили в идею сталинизма на тот момент. И эти люди были чудовищным образом умерщвлены в течение пяти лет, особенно первые пять лет были сами кровавые, на лысом острове, который назывался Голый Отток, это буквальный период лысый остров. Так вот, это... Но Данилу посчастливилось это не застать, он был молодой студент, и это его никак не могло касаться, тем более с его провинансом, с его биографией, с его другой личной жизненной трагедии, которая его коснулась сильно до этого. Поэтому он уезжает из Югославии не как настоящий диссидент, который, может быть, боялся за свои идеи или свою безопасность, а он уезжает из-за своей чувствительности. Это был человек невероятного внутреннего мироустройства, невероятно восприимчивый, чувствителен, и он не мог в этой, сейчас бы это сказали, в токсичной атмосфере творить и дальше. Он уезжает во Францию, там начинает преподавать в Лионе сербско-хорватскую литературу, и также там пишет свое великое произведение «Гробницу для Бориса Давидовича». Эта книга безусловно не понравилась власти держащим по прилету Брежнева. Он был отмечен как потенциальный узурпатор и так далее, но опять-таки возвращаясь к тому, что к этому моменту уже все было более или менее спокойно по этому отношению, это никак не могло повлиять трагически на судьбу и творчество Данила Киши. Я так много здесь записей, я поглядываю на часы, понимаю, что надо ускоряться, но так много хочется вам рассказать. Да, очень важно в энциклопедии мертвых есть рассказ, который называется «Легенда о спящих», который происходит где-то там же, не то в Филистинах, не то в Палестинах. Есть некая троица, три человека, которые спят в пещере, и по всей видимости они спят там не первый год, возможно, даже несколько сотен лет. И один из этой троицы просыпается раньше времени и видит свет, который где-то проступает в этой пещере, и он сильно ему колет глаза. Это немыслимая боль, которая описывается аж где-то на половину рассказа, это боль человека, который только что проснулся. Это как некая метафора смерти, на самом деле, пробуждение как жизнь, но на самом деле описывается, как мне кажется, смерть, которые будут сопоставлять с рассказом Лева Николаевича Толстого. Смерть Ивана Ильича это произведение, которое вошло в десятку лучших произведений о человеческой смерти в мире. Его преподают на всех ведущих международных университетах как хрестоматийное произведение, где на протяжении как вы помните всего рассказа человек умирает и умирает долго, страшно, но при этом в конце он приходит к чему-то. Вот к чему я бы хотел дать вам маленькую цитату то, что сказал сам Данила Киш. Это в моем таком вольном переводе, я еще раз прошу прощения за это, но иного пути нет. прошу прощения. Прошу прощения. Данила Киш про долг писателя про жизнь и смерть. С одной стороны, писатель должен смотреть на жизнь во всей ее целостности, но он также должен предсказать и указать на тему смерти, да так, чтобы человек был менее гордым, менее эгоистичным, менее злым. А с другой стороны, он должен творить и осмысливать жизнь. Искусство это равновесие этих двух противоборствующих сторон. Долг человека, особенно писателя, я вам сам говорю, вы сейчас, наверное, подумаете, что я говорю, как какой-то старик, уйти из этого мира, оставив за собой не творчество, творчество это все, а оставить после себя кусок доброты, чуточку своего сознания. Каждое написанное слово это бытие. Это в одном из последних интервью, которое он дал в 1988 году. Данило Киш за свою жизнь был автором почитаемым, любимым. Он получил очень много наград и призов не только в Югославии, но и за рубежом. Одна из на тот момент самых важных и значимых наград была Нин, она так называется, это журнала Нин, но он ее вернул после нападок в его сторону, он отказался от этого престижного приза. Он также был удостоен на тот момент, ну, для меня это было и есть, и остается высшая премия имени Ива Андрича, это наш великий писатель, Нобелевский Леорат, но это ни о чем не говорит, потому что мы, к сожалению, видим сейчас, это еще те времена, как я сказал, когда радость от встречи с мужчиной или женщиной имела смысл, ровно, и, как мне кажется, тогда все-таки Нобелевскую премию присуждали за какие-то более, ну, в плане литературы, я сейчас говорю, безусловно, реальные заслуги в творчестве, нежели, возможно, к сожалению, сегодня. Ива Андрич, он в этот момент, когда получил приз, и я от себя обещаю вам, я переведу этот кусок видеоматериала и выложу к вам на сайт, на соцсети, потому что то, как он общается, то, как говорил Данил Луки, что как он связывал мысли и слова, это поэзия. Хотя сам он про себя говорил, что он не поэт, хотя он был невероятным переводчиком французской поэзии, русской поэзии, это мало кто знает, но он блестяще владел русским языком, французским языком, венгерским языком, немецким языком, не считал себя поэтом, он пробовал быть поэтом, но сам сказал про себя, что у него был слишком хорошо и сильно развить рацию, который, возможно, ему достался от его родителей, и он считает, что поэт это как раз тот человек, который не может иметь такой склад ума, ибо это то, что ему постоянно мешает, это какая-то переоценка постоянная того, что ты написал, и это ему мешало писать стихи, это по его словам. Но, тем не менее, здесь у меня один из его ранних стихов называется «Завтра». «Завтра», как я его записал, «Завтра» Данила Киш, очень короткий, но в нем есть в этой нашей достаточно мрачной и объемлющей теме лагерей отрицания и нежелания идти рядом с любым национализмом, особенно тем видом национализма, который зарождался тогда на Балканском полуострове, это что-то из раннего Киша, которое «Завтра» «Каждый вечер, уставший от неисполненных желаний, но всегда с трепетом надежды в сердце, шепчу одно слово «Завтра». «Завтра» мне кто-то скажет «Сын мой», «Завтра» мне кто-то скажет «Дорогой», «Завтра» мне кто-то скажет «Люблю», «Завтра» я все свои муки в одну могилу похороню, в один гроб, без креста, без обозначений, чтобы никаких не осталось напоминаний «Завтра» и так 365 дней в году «Завтра». Данилу Кишу страшно повезло со своими современниками, с той группой людей, с которой он дружил. Он был близким другом самых прогрессивных тогда художников, поэтов югославских, его безумно любили, он был человеком компанистским, он любил проводить время именно на этих встречах, этих личных встреч с художниками, зачастую они засиживались в тогда известных кафе, это, но, чтобы вы это тоже понимали, этот контекст, это не какие-то богемные места, это не те места, где просто люди здесь пивались, или, как иногда встречались диссиденты на кухне, нет, это были достаточно светские встречи, места, где любой мог войти, подойти и пообщаться с ними, и он получал от этого огромное удовольствие, это то, чего ему не хватало в Париже, ибо вот именно вот своего общения со своими соотечественниками, своими современниками. Один из его современников был Мирослав Мик Антич, поэт, который считается детским поэтом, но он писал, как мне кажется, отнюдь не детские стихи, и я бы хотел его тоже сегодня прочитать, потому что я как-то внутренне по какому-то своему найтию и какой-то восприимчивости и чувствительности к Данилу Кишу почему-то здесь нашел какую-то параллель. Опять-таки, возвращаясь к нашей теме Эроса, Эроса и Танатаса. И здесь немножко Эроса. Мирослав Мик Антич произведение называется «Самое любовное стихотворение». Самое любовное стихотворение. Это действительно самое любовное стихотворение, где не сказано ни одного слова о любви. У всех паяцев и кукол оторваны головы, и они так и лежат в углах беспомощные и отверженные. Кто-то в этой комнате больше не хочет быть ребенком. Кто-то в этой комнате уже три дня ничего не ест. Кто-то в этой комнате только молчит, молчит, молчит. Смотрит в окно и видит, как осень с листьями и ветром отправляется в путь через мокрые крыши вслед за тучами. это действительно самое любовное стихотворение, где не сказано ни одного слова о любви. Понятно, что здесь речь идет о юной леди, которая, скорее всего, полюбила первый раз по-настоящему сильно в этой жизни. Мне почему-то это особенно в его стихотворении и завтра и стихотворение его матери, которое настолько было грустно и тяжело, что я решил его сегодня вам не читать, а хотелось как-то закончить на более яркой и позитивной ноте. У нас остается буквально пять минут и хотел еще прочитать вам из гробницы для Бориса Давидовича, но это оставим для следующего раза. Это достаточно тяжелое произведение, но написанное с невероятной иронией это про ГУЛАГ. И удивительно то, что, безусловно, Данил Киш обладал полной информацией на тот момент. Он общался очень близко с Иосифом Бродским и был другом, вернее, его называют своим другом Давлатов, и уже был архипедаг ГУЛАГ. Мы уже представляли, вернее, он уже мог себе представить все эти ужасы, но, тем не менее, он сам пишет и пишет так, что у читателя создается впечатление, что он и сам побывал в этих местах, не только Данила, и сам читатель. Пишет так, мастерски описывает какие-то придуманные им события, но в контексте реальных историй, в данном случае ГУЛАГа, пишет так про ЧК и про эти темницы, что как будто он русский человек, как будто он был там. Но, с другой стороны, когда понимаем его провинанс, его первые ранние годы жизни, то, через что он прошел, как он потерял частичку себя в лице своего отца, и как он избежал этой смерти в свои 6 лет, тогда все становится на свои места. я благодарен, что имел возможность сегодня для вас приоткрыть великого автора Данила Киша, приоткрыть его и как поэта, и, надеюсь, еще и вы узнаете про него как переводчика, и как просто невероятного, классного человека из Балканского полуострова, который никогда не называл себя ни сербом, ни хорватом, он всегда был югослав, и, как, скорее всего, правильно сказал Сюзан Зонтаг, в 1989 году, 15 октября, скончался последний югославский автор. Спасибо, если есть вот в последние минуты какие-то от вас я надеюсь, что для всех тех, кто нас сегодня смотрел и слушал, найдется секунда, минутка открыть для себя этого автора, и при первой и следующей возможности я готов вам читать и дальше. Спасибо Данилу Кишу, спасибо вам, спасибо иностранной библиотеке. Спасибо. Спасибо.